Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Микрофона ЧСВ. И в этом видео я поделюсь своими впечатлениями после игры на главном призе этого боевого попуска за Германию под названием Elephant. Такая вот самоходочка премиальная с боевым рейтингом 6.7. Вы можете, кстати, узнать знакомый силуэт, там всякие формочки, потому что, по сути, это копия стандартного прокачиваемого Фердинанда, которому заблаговременно балансировщик взял и решил поднять боевой рейтинг до 6.7. С хера ли он это сделал, мне не ясно, никому не ясно, но ему захотелось. Он как бы моет, а значит меняет и делает. Что же это за машина такая? Цвет коричневого тона, тона и гаммы вот этих грунтов War Thunder намекает вам на то, что танк удался. Он шикарный во всем. Итак, чем он отличается от Фердинанда? Ведь отличия есть, нужно же об этом сказать. Конечно же, изменением бронирования вот этих счетчик на корпусе туда добавили траки, которые, ну, конечно же, не сдержат ни хрена, потому что ты будешь играть внизу списка на боевом рейтинге 7.7. Добавили пулеметик, он калибра 7.92, значит ничего, кроме как цап-царап по вражеской броне, ты тоже особо ничего и мочь не сможешь. Хотя убить командира Хелкату ты, наверное, способен. На этом отличие все. Тупо Фердинанд, которому еще и забрали количество боекомплекта. Было вроде как 50 или 40 снарядов, теперь их меньше всего 38. Ну, понятное дело, большинству из вас такое количество снарядов нахер оно вам не сдалось, да? Разве что на каких-то песках Синайя даже я не всегда это отстреляю. Ну, в общем, знайте, боекомплект уменьшили и это, наверное, все же плохо. Идем дальше. Что же у нас по скорости? А нихера, танк медленный, тучный. Если еще по прямой какой-то местности, по дороге, да, он может плюс-минус ехать за первыми те горами, следовать то, как только тебе нужно разворачиваться там, поворачивать, да, эту хрень, то у тебя начинаются проблемы. Ну, или как холм, если ты увидишь тоже, как бы не обрадуешься тому, что выехал именно на этом медленном в плане динамики танке. Задний ход, кстати, неплохой, но, наверное, плюсы в плане ходовки на этом и заканчиваются. Брони нету, потому что тебя пробивают постоянно все, начиная с Берчка, наверное, 7-0. Кумулятивы уже в теме, в Туры, под Кали. Ну, вы поняли. Замечательная, конечно же, броня в 200 мм в рубке. Она такая огромная, коробчатая, ее легко выцелить. Да и сразу чел на каком-то ИСе или на 100-мм советской пушке, в принципе, понимает, куда надо стрелять. И все банально просто. Немцы сделали хорошую мишень для советских каморников. Пушк, в принципе, неплохая 88-мм, но она неплохая на своем боевом рейтинге. Но когда тебя кидают против ИСа 6-го, Т-10, а Т-54, так его ее уже назвать не получается. Ибо пробивать, ребят, ты уверенно можешь только в борт, а в лоб по механикой объемных снарядов уже не позволяет протискивать в уязвимые зоны этот немецкий каморник. Перезиретка, кстати, неплохая на топом экипаже 6-7 секунд. Это действительно хороший результат. Итого, шо мы с вами, Маймо? Медленная хрень, которая постоянно играет против послевоенных танков. Тебя пробивают в рубку без проблем, рубка большая, а также очень быстро и нередко обходят в борт и забирают даже какие-то танки послабее. В городской черте у тебя не получается эффективно воевать, потому что скорость разворота, собственные наводки из-за того, что башни нет, оставляет желать лучшего. Самолеты, ты для них как красный платочек, они летят и штурмят тебя, потому что тебя легко заштурмить, ты никуда не уедешь, ты стоишь на месте и особо никуда не дергаешься. Постоянные бои внизу списка. Это не прикольно. И все это, все это нам дали благодаря изменению боевого рейтинга до 6.7. Вот просто представьте, остается на 6.3 этот элефант, Фердинанд. И я бы сказал, что в принципе в топе списка эта машина, если играть на ней правильно, отыгрывается. Но даже в топе списка это не есть гарантия, что ты набьешь на элефанте много фрагов. Потому что слишком он уж зависит от карты, от направления, от твоих союзников и противников. Что они будут с тобой делать? Не объедут ли они, не пропустят ли союзники к тебе в убор типов? В общем, такое дерьмище. А еще что меня забавляет, в аркаде боевой рейтинг не 6.7, а 7.0. Просто какой-то ужас и кошмар. Что там происходит за балансная жопа, я не знаю. Но боевой рейтинг поднимать ни в коем случае не нужно было. Опустите, пожалуйста, до 6.3 улитки. И это заслуженный боевой рейтинг Фердинанда и Элефанта в нашей замечательной игре. Ну а как фармит эта машина, вы можете увидеть на экране. 12 фрагов, победа, ну вроде как не супер-то много. А еще сейчас будет бой с живыми комментариями. Также хотел сказать, что не забудьте заглянуть после в описание. Там наклеечка. Ну как всегда. Подписываемся, ставим лайк и досматриваем видос. Экс, дождь, хо-хо-хо-хо-хоу, я в топе. Что? Прекратите радовать, деда, вы че? В топе попал, я в топе. Ого, блин, круто. Я до этого, чтобы вы понимали, сыграл уже не знаю, который бой против танков послевоенных, которые не пробиваются, не дамажатся, нихера. Ай, просто жопа была полная. А тут прям подарок судьбы, топ список, только карта дерьма. Вот дали бы мне восточную Европу, я взял бы, да, ядерку нашмальнула. Тут, ну, не знаю, все зависит от противника. Насколько он захочет брать точку А, насколько он будет резаться, насколько быстро под... Ну, короче, тут от меня не так-то много зависит. Вот так вам скажу. Но, определенно, ехать нужно по этому направлению. И, конечно, можно и тут где-то куролесить, но, наверное, с другой респы. Тут надо ехать по правой стороне А. В город заезжать не лучше, идея его будут обижать. Башни-то нема, нема. Где башни? Нету башни, не сделали. Такая вот ошибочка. Ошибочка от немецких конструкторов. Интересно, поедет ли кто-то туда дрочить? Весь бой. Монтера нагла. Я бы, конечно, в жертву отдать. Пустить. Справа еще едет хеллкат. Это плохо. Это мои конкуренты на нас стрел, если я доеду до респауна. Ну, ты попался, Санек. А, блин, меня что же Санек зовут? А, я какой-то залетел на точку. Сейчас будет ее брать. Мне все равно. Вряд ли до меня доедет. Вообще, представляет реальную угрозу в этом бою. На, вот она ее берет. Плата машинка, в принципе, в теории можно было бы успеть ее жмыхнуть. Так, для профилактики, пусть боятся. Слышь, что, Фердинанд, я. Элефант, простите, не Фердинанд. Элефант, это же совершенно другой танк. Элефант. Уникальный геймплей. Уникальная машина. Именно то, чего мы ждем. Хорошо. Ай, раскачечку просрал. Чел, ну ты че, у тебя там типы простреливают бульдога. А ты на Фердинанда быкуешь. Бля, я вообще понял, это, знаешь, ИС-2. Ну, обычный ИС. Ну, ты че. Сеслито. Главное, чтоб меня не штурмил этот гамнюк на самолете. И будет несчастье. Дождь, возможно, прикроет. Возможно. Вот, бомбы ушли куда надо. Китайский мститель. А как и мститель. Бабах. У-у-у, поворачивай. Поворачивай. А мой снаряд где, сука? А моего снаряда нет. И сейчас меня добьет. Повезло, повезло. Реально повезло, повезло. О-о-о-о! Нет! Это что такое-то за хлам, что ли? За хлам, родники, не надо! Я все сделаю. Так, хлопцы. Здесь надо проехать вперед, чтобы встать на ремонт. Контерка там прорывается. Это хорошо. Слева враг, и спереди. Тут скоро выйдет, пойди. Халкатик. Он за зданием где-то. Ну, привет. Это не халкатик был. Шведская помоечка. Опять же, максимально направо отхожу, чтобы не влезать в ближний бой у камней. Мне такая-то бойня не нужна. Камни это зло. Камни это ошибка. На ошибку ты ошибся. И центр я не вижу. Вижу. Какой разворот на месте. Шикарный. Обидно, да? Это обидно. И это аж обидно, наверное. Наверное, обидно. Так. Халкатик. Халкатик. Я здесь как бы не для того, чтобы прагами делиться. Поэтому, пожалуйста, давай ты будешь выполнять функцию чисто ПВО. Вот так с тобой договоримся. Этого бы еще халкатика сбрить. Упоря. Сейчас, что ты делаешь? Давай, Халкатик, разбирайся. Спереди враг. Его надо пустить на салат. Очень много еще фрагов надо сделать, чтобы ядерку набить. Хорошо. Немножко отвлекся. Прямо в упоре стоит. Сис. Не впечатляешь. Пахнешь слабость. У нас самолет. Плохая ситуация. Очень плохая ситуация. Это ГГ. Это ГГ. Меня спасет, только не зная, что. Ничего меня не спасет в этом бою. Большой ремонт. Поджог еще от кумулятива. Печалька, печалька. Здесь была хорошая перспектива на бить ядерку. Здесь была перспектива. Время. Продолжение следует.